26 марта 2023 года. Вот сейчас вот иду, смотрю, такая вот картина. Здесь вот, думаю, кто-то тут специально, что ли, что-то жёг. А оказывается, тут, наверное, пилу зажало. То есть, он когда туда запилился, дерево просело. И потом, естественно, у него эту пилу придавило. И вот он потом её оттуда выдернул. Наверное, так оно и было, может быть. А может быть и нет. Здесь вот тоже брёвна лежат. А здесь вот тоже, что интересно, здесь прорезали свежую канаву. Вот видно, что она прорезана. Причём, судя по всему, землю, ну и всё, что там, трава и так далее, все эти ветки, они увезли с собой. То есть, едет машина, прорезает канаву, и всё то, что она машина вынимает, она, похоже, берёт себе на борт в какой-нибудь специальный контейнер. Потому что иначе просто быть не может. Потому что больше я тут этих куч не вижу, куда бы эту землю могли свалить. Чуть подальше от этого места, там тоже, между прочим, лес выпиливали. Наверное, это было, может, месяц назад, может, раньше, может, позже. Я сейчас точно не скажу. Ну и вот там лес выпиливают потихонечку, потихонечку оттуда вывозят. Может быть, эти брёвна там до сих пор так и лежат. Посмотрим. Это сейчас дорога под гору идёт. Ну вот, я уже давно вот тут удивляюсь. Вот так вот дерево спилили, чурку отпилили, это комель. Взяли, бросили. Лежит чурка. Никто её не берёт, никому не надо. Вот для меня, допустим, это просто непонятно. Как такое может быть? Там вот у нас уже дорога. Сегодня воскресенье. Но, как правило, и в воскресенье, и в выходные дни, и в праздники движение не прекращается. Круглые сутки. 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 вот на табло высвечивается в данный момент добро пожаловать штутгарт сейчас наверно уже не видно но отсюда не видно вообще ничего там эти такие маленькие красные маленькие лампочки похоже и на лампочках там как раз высвечивается информация какая на сегодняшний день актуальная в темную погоду конечно лучше видно но когда солнце то видно тоже конечно хорошо но только издали и когда смотришь прямо когда смотришь близко и под углом то там не видно вообще ничего так нажать нажать на паузу надо хотелось бы вот что меня здесь вот удивляет как это говорится чисто искреннюю удивление но вот тоже спилили дерево причем уже давно просто спилили просто его бросили потому что если посмотреть на срез то видно что спилена она не вчера наверное она здесь уже пролежала уже наверное целый год лежит дерево хорошая можно его хоть на древесину пустить хоть на дрова и и тем не менее никому она не нужна вот тоже интересный момент значит стоит дерево и у него здесь был огромный сук этот сук значит спилили только потому что сук смотрел на дорогу просто чтобы никому не мешал дерево оставили а сук спилили участку здесь вот тоже смотрю здесь вот так вот видно просматривается один сплошной тонкомер вот здесь вот видно два толстых дерева по краям тоже толстые деревья а так там наверное тоже по выпиливали здесь вот на этой обочине летом или наверное весной росла мелкая мелкая такая лесная клубника ну размером с дорог здесь конечно вот машины и идут рядом и я ни разу не это не останавливался ни разу даже не пробовал эту клубнику потому что пыль все-таки это летит от машин и прочая всякая гадость когда машина едет по дороге то она во первых идут выхлопные газы во вторых изнашиваются покрышки то есть это мелкая резина в третьих изнашивается поверхность асфальта то есть это получается может быть не так сильно но тем не менее когда асфальт изнашивается тоже от асфальта летит пыль ну и в том числе когда машины тормозят то получаются тормоза стираются и от тормозов тоже летит пыль и и вот все это конечно тут оседает по всей округе поэтому здесь вот так вот возле такой скоростной дороги лучше конечно ничего не собирать и ничего не есть если где-нибудь это и можно есть то только подальше от леса но только не возле дороги под подальше в лесу но возле дороги не рекомендуется так тут тут вот между прочим тоже одно крупное дерево лежит спиленная его спилили и просто так его бросили по моему здесь вот это было мостик пешеходный внизу скоростная дорога здесь мостик чтобы люди могли пройти но в том числе конечно и техника сельскохозяйственная и в том числе и техника как называется для лесников лесное хозяйство ну вот ну а простые люди тут как правило на своих машинах как правило не ездят ну а вот так вот выглядит забор забор немножко развалился и никто не ремонтирует так поставим на паузу когда идут люди на встречу я как правило либо камеру в сторону отвожу либо просто на паузу ставлю ну чтобы они просто скатер пешеходы не попадали как бы мне на них смотреть ни к чему да и вам наверно тоже будет не сильно интересно вот тоже дорожка с двух сторон между прочим канава слева и справа здесь вот тоже канава хорошо видно да 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 вон там он прямо по курсу там между прочим тоже все еще бревна лежат спилили их наверное месяц назад может раньше может позже но я их уже давно помню что они там лежат и никто их не забирает не ворует не увозит и как говорится это тоже там охранника с пистолетом тоже возле этих бревен нету ну да вот это вся как это называется какое счастье я все-таки нашел лужу шел шел по дороге луж нигде не было и не было грязи и вот наконец то есть самая настоящая лужа можно туда даже залезть при желании так ладно до бревен я дошел время у нас уже 11 минут конец конец